Содержание статьи. Кэш из трэш. Биткои, НПП, не деньги. Кризис 2020. Миллиардер и один из богатейших людей Рейдаля отметился на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там он назвал наличные деньги мусором и посоветовал всем как можно скорее избавляться от наличных денег, потому что они обесцениваются каждый день. Что такое настоящие деньги? В этой статье разберем, почему Рейдаля так скептичен по отношению к доллару США и другим фиатным валютам. Также расскажем, куда миллиардер советует вкладывать деньги, почему он не рекомендует биткои и какой шанс финансового кризиса в 2020 году. Кэш из трэш. Во время форума в Давосе Рейдале отдал довольно короткое, но крайне содержательное интервью и первой ключевой темой было его заявление, что деньги НПП – это мусор. Речь идет о наличных деньгах, которые правительство печатают фактически без какого-либо контроля, в результате чего инфляция буквально пожирает ваше богатство и делает каждого из нас беднее каждый день. И они не остановят печатный станок, потому что так устроена экономика НППП, чтобы она развивалась нужен постоянный приток денег и самый простой способ их добычи НППП – взять и напечатать еще. В этом интервью, всем, кто не хочет становиться беднее, Рейдаля советует выйти из наличных, грубо говоря, не складировать их под подушкой. Деньги должны работать, и для этого следует вкладывать их в различные активы, но действовать следует осторожно. Потому что многие хотят запрыгнуть в уходящий поезд фондового рынка, который сейчас раздут до неприличных размеров, и это совершенно неправильно. Разумным поступком будет диверсифицировать свои активы, чтобы в случае обвала фондового рынка или другого катаклизма вы не потеряли все, а возможно, и заработали на росте других рынков. Выбором Рейдаля номер один является золото, в него он верит безоговорочно. А вот на предложение купить биткоин и миллиардер отказался. Биткоин, НПППП, не деньги. Рейдаля скептически настроен в отношении биткоина, потому что криптовалюта – это не деньги. Он заявил, что есть две основные функции денег НПППП – это средства обмена и сохранения стоимости. А биткоин не обеспечивает ни одного из них. Нужны доказательства. Давайте докажем, что миллиардеры тоже могут ошибаться, особенно если говорят о том, о чем не имеют должного представления. Является ли биткоин средством обмена? У нас есть платежная сеть, в которой каждый может провести транзакции и тем самым совершить обмен. И заметьте, что никакой банк или другой регулятор не сможет остановить этот перевод. А сама система построена таким образом, что можно отправить почти 450 миллионов долларов из опла. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Продолжение следует...